Всем привет! Рассмотрим тему содержания и разработка концепции брендинга. Эта тема поможет ответить на вопросы, что такое бренд, чем он отличается от товара, почему бренд так важен в современном мире, какие существуют способы применения брендинга, какие проблемы и возможности связаны с ним. Цель для обучения. Первая цель – сформулировать определение бренда, объяснить, чем бренд отличается от товара и понять, что такое честность бренда. Вторая цель – доказать важность бренда. Третья цель – объяснить способы применения брендинга. И четвертая цель – определить ключевые возможности и проблематику брендинга. Что такое бренд? Слово бренд произошло от древнескандинавского брендер, что означает «жечь» или «огонь». Брендом называлось клеймо, которого владельцы скота помечали своих животных. Таким образом, бренд изначально был связан с символами, которые служили знаками отличия. А сегодня, в век однообразия, важны отличия. И бренд дает нам такую возможность. Бренд на сегодняшний день нельзя определить как одно конкретное какое-то понятие. Оно многогранно, и вместить весь спектр особенностей в одно определение практически невозможно. В чем состоит сущность бренда? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть подходы к понятию бренд. Первый подход – экономический. И не зря мы его рассматриваем первым, поскольку изначально бренд представлял из себя исключительно экономический феномен. С этим понятием связано два определения. Это торговая марка и товарный знак. Разница между ними в том, что товарный знак защищен юридически, а торговая марка – это символ, термин, знак или рисунок, или их комбинация, которые предназначены для того, чтобы идентифицировать продукт или компанию от компании-конкурентов. Второй подход – это семиотический подход. Он отражает знаковую составляющую бренда. Это звуки, формы, цвет, вкус. То есть все то, что мы можем воспринять и почувствовать. То есть наша задача – воспринять и почувствовать продукцию, воспринять и почувствовать бренд. Поэтому на сегодняшний день широкое распространение получил сенсорный брендинг. Это репрезентация бренда в различных формах, которые побуждают в сознании потребителя определенные и необходимые ассоциации. Третий подход – это художественно-эстетический подход. Бренд должен вызывать чувство эстетики, чувство прекрасного, дарить удовольствие, наслаждение от созерцания его. Поэтому в создании бренда участвуют и актеры, и режиссеры, и графические видеодизайнеры, и музыканты. Все это необходимо для создания целостной картинки, которая отвечает всем эстетическим требованиям потребителя. Четвертый подход – это психологический подход. Согласно этому подходу, бренд представляет из себя некую образную составляющую, которая появляется в сознании потребителя и влияет на него. Что влияет на потребителя? Это комбинация слов и стиля, символов и фирменного дизайна. Например, Nike, Just Do It, Яндекс, найдется все. Бренд становится неким целевым набором положительно заряженных качеств. То есть мы начинаем ассоциировать бренд с неким положительным образом. Бренд в данном случае – это образ марки или условия в массовом сознании, который выделяет ее среди конкурентов. Опять же, за счет определенной фразы или определенных чувств, которые у нас появляются. Пятый подход – аксиологический подход. Что ценит потребитель в продукте? Сильные стороны и способность продукта решить проблему. И если продукт решает проблему, он становится интересен, он становится востребован. Поэтому бренд, по сути, это пересечение всех сильных сторон, товара, услуги для компании, которые ценятся клиентами, которые замечены клиентом. Поэтому чрезвычайно важно в бренде подчеркнуть эти сильные стороны. Например, лучший клиентский сервис на рынке, удобное месторасположение, развитая бонусная система и система лояльности и так далее. Следующий подход – культурно-идеологический. Согласно этому подходу, бренд является собой совокупность стратегических культурных идей. И считается, что наиболее успешным становится тот бренд, который включит в себя максимальную совокупность трендов и культурных идей. Например, как это сделал Starbucks. Во-первых, первая идея, которую он включил – это предлагать своим клиентам только лучший кофе. Демонстрировать в кофейнях произведения изобразительного искусства, что очень популярно на сегодняшний день. И поощрять участие клиентов в благотворительных акциях. Почему важны бренды? Бренды важны, потому что они выполняют определенные важные функции. Первая – это социально-практическая функция. Потребитель не только приобретает брендовую продукцию, получая выгоды, знания, информацию, он хочет делиться этой информацией. То есть возникает некий обмен информации между потребителями. Например, появляются форумы, видеоуроки о том, как применять привычные нам товары, но другим способом. Вторая функция – это мотивирующая функция. Она связана с такой составной частью бренда, как миссия. Например, миссия Amazon – быть самой заботящейся о клиенте компании на Земле. Также есть идеологическая функция. Она заключается в том, что бренд концентрируется вокруг одной общей идеи. Например, идея Coca-Cola изначально заключалась в том, чтобы быть доступной в любой точке мира на расстоянии вытянутой руки. Регулятивная функция. Она проявляется в ходе коммуникации, указывая на место индивида в существующей социальной иерархии. В этом случае вступают нестандартные формы рекламы, которые заставляют людей обсуждать бренды, объединяться в небольшие группы, пусть даже не на продолжительный период, на период действия той или иной акции. Кроме того, одиноким людям коммуникации с брендом помогают бороться с дефицитом общения. Унифицирующая функция. Это функция бренда, вследствие которой его коммуникация с потребителем все в большей степени подвергается процессам глобализации. Таким образом, бренд становится более стандартным. Он теряет свою культурную специфику и особенности. Но в этом есть и свои плюсы. Плюсами является то, что бренд становится доступный для всех людей за счет того, что снижается стоимость его изготовления. Он становится однотипным. Кроме того, мы можем встретить одну и ту же компанию, один и тот же бренд в разных странах, но в одном и том же виде. Это очень удобно и это узнаваемо. Таким образом, вот вы можете посмотреть на слайде представлен Макдональдс в Милане в Италии, на Таймс-сквер в Нью-Йорке, Макдональдс в Китае. И везде он будет со стандартным типом обслуживания, со стандартными блюдами и так далее. Социализирующая функция – это культура потребления, а также практики потребления, которые прививаются ребенку с детства. И в этом случае социализирующая функция будет проявляться в том, что ребенок, а уже в будущем и взрослый человек, будет возвращаться в детство, вспоминать, как он потреблял тот или иной бренд. У него бренд будет ассоциироваться с детством, с определенными эмоциями, с каким-то сюжетом из прошлого. Образовательная функция. Она призвана передать через информацию или обучить потребителя тем или иным навыкам. Навыки эти могут быть связаны с трендами, а могут быть связаны и с использованием того или иного продукта. Например, не все продукты, не все товары интуитивно понятны в использовании, поэтому требуется либо обучающее видео, либо подробная инструкция. Кроме того, бренды могут обучать и идеям, трендам, которые можно легко внедрить в нашу жизнь. Например, здоровый образ жизни, например, благотворительность и так далее. Психотерапевтическая функция. Приобретение товаров известных брендов заставляет нас чувствовать себя буквально счастливыми. Всем же известен целебный шоппинг. Эстетическая функция. Рекламная коммуникация широко использует целые жанры и направления искусства, что делает сферу рекламы и искусства совершенно неразделимыми. Креативная функция заключается в том, что постоянно проектируются новые товары и совершенствуются существующие. И при этом также задействуются различные креативные методики. Мозговой штурм, метод слома стереотипа, создание рекламных персонажей, использование юмора и так далее. Функция культурной идентификации. Одним из преимуществ которой является то, что любой человек, заранее зная, какими брендами пользуются представители его референтной группы, может подстроиться под эту группу. То есть в офисе человек может быть один, а за пределами его совершенно другим. Ценностно-нормативная функция. Любой бренд непосредственно связан с определенными ценностями, а поскольку его функционирование происходит в обществе, ценности составляют неразырованную связь с общественными нормами. Почему не стоит называть себя номер один и что такое честность бренда? Каждый бренд, он стремится показать себя самым лучшим и часто даже лучше, чем есть на самом деле. Это ошибка, потому что маркетинг должен быть отражением реального состояния продукта. На сегодняшний день действует тренд на честность и простоту. Какие действуют правила в рамках честности в брендинге? Первое правило – показывать все лучшее, что есть в вашем продукте, но не преувеличивать. Сегодня удержать клиента не менее важная задача, чем привлечь его. Поэтому, продумывая всю внешнюю коммуникацию от упаковки до сайта и интеграции с инфлюенсерами, нельзя забывать оценивать, насколько ожидания соответствуют реальности. Второе правило – не бойтесь показывать свою неидеальность. У вашего продукта точно есть недостатки, особенно если вам кажется, что их нет. Есть даже такой феномен – влюбиться в свой продукт и не замечать недостатки. Третье правило – не экономьте на службе поддержки. Как клиент сегодня выстраивает отношения с брендом? Правильно – через общение с представителями компании. Поэтому постарайтесь сделать так, чтобы сотрудники службы поддержки были максимально эффективны и востребованы, а также продуктивны. Четвертое правило – стремитесь к простоте. В дизайне, упаковке, описании продукта на сайте, в соцсетях, составе, инструкциях пользования, во всем будьте максимально доступны для потребителя. Потребитель уже давно устал от усложнений и хочет простого решения своих проблем. И последнее правило – собирайте обратную связь. Если вы хотите быть честным, нужно не бояться разочароваться в своем продукте. И, следовательно, получите обратную связь от клиентов, которая может быть не только в виде положительного отзыва, а в виде рекламации, жалобы. Даже если кажется, что все работает идеально, всегда есть что исправлять. Чем отличается бренд от товара и как не спутать эти два понятия? Главное отличие бренда от товара в том, что бренд обозначает производителя или поставщика, а товар – саму вещь, которая поставляется. Поэтому нельзя сказать «я купил бренд», если, конечно, речь не идет о покупке всей компании, всего бренда. В таком случае это выражение употребимо. Но чаще всего говорят «я купил товар какого-то бренда». Также допустимо выражение «мне нравится какой-то бренд». И это будет обозначать, что человеку будут симпатичны, скорее всего, те же товары, которые под соответствующей торговой маркой выпускаются. Если посмотреть в таблицу, то можно понять, что общего между товаром и брендом. Товар производится и продается брендами. В чем разница между ними? Бренд – это фирма или человек. Товар – это конкретная вещь. Не имеет цены бренд, товар имеет цену. Что такое брендинг и кому он необходим? Брендинг необходим в первую очередь для того, чтобы получить максимум дохода от потенциальных клиентов. То есть вы можете добиться того, что при упоминании вашей торговой марки возникают определенные ассоциации, впечатления, которые складываются из названия, обслуживания, дизайна, потребительских свойств товара и других элементов, которые вы приложите к бренду. Соответственно, продавцам брендинг позволяет продвигать продукцию и услуги. И что очень важно – налаживать с покупателями долгосрочные отношения, которые потом перерастают в лояльность. То есть, иными словами, брендинг – это совокупность действий, выполняемых последовательно и с целью создания целостного и востребованного покупателями имиджа товара. То есть того имиджа, который хотят сами покупатели. Но несмотря на ряд преимуществ, брендинг не является универсальным инструментом. То есть он не может быть средством от всех проблем. И он нужен только тем фирмам, которые готовы к тому, чтобы заниматься его развитием. Те фирмы, которые не готовы заниматься развитием дистрибуции, повышением качества товара и рассчитывают, что уже достаточно той созданной торговой марки, которая у них есть, брендинг не нужен. Какие существуют способы применения брендинга? Для того, чтобы понять способы применения брендинга, нужно обратиться к типологии брендинга. Первый тип, который мы рассмотрим – это товарный брендинг. Это довольно сложная отрасль, вообще сложное направление брендинга, потому что для успешного развития от ней компании, компания должна знать максимум о современном рынке, то есть быть в курсе современных трендов. Важное место в товарном брендинге, конечно же, отводится индивидуальности и узнаваемости продукции. И здесь совершенно не обойтись без помощи высококлассных дизайнеров. То есть отличный пример – это товары компании Apple, то есть это отличный пример товарного брендинга. Второй тип – это брендинг-услуг. Брендинг для услуг все неоднозначно, поскольку услуги сами по себе – это не материальный продукт, поэтому довольно сложно продвигать и очень сложно брендировать услуги. Брендинг для услуг прибегают к сотрудничеству в рекламных целях при лечении известных торговых марок, выпуску сопутствующих товаров, что добавляет материальности услуги. Например, банки производят карточки, а компании, предоставляющие услуги для мобильной связи, шарфы и другие атрибуты, например, такие компании, как Orange, Mockchel и так далее, Beeline. Третий тип – это личный брендинг. В бренд может превратиться и самостоятельная компания, и отдельная личность, то есть человек. Как правило, личный брендинг формирует лидеры предприятий. Востребованность руководителя способствует мотивации персонала созданию фирменного стиля и успешному развитию фирмы. Нередко руководство компании настолько увлекается брендированием товаров и услуг, которые продвигаются на рынке, что забывают о четвертом типе в классификации брендинга, о внутреннем брендинге. Внутренний брендинг чрезвычайно важен, особенно для персонала, который нуждается в том, чтобы компанию и бренд компании продвигали для него. Внутренний брендинг компании ведут, используя обучающие материалы, выкрашивая стены офисных помещений, соответствующие цвета организации, развешивают плакаты, создают благоприятные рабочие условия. Отличным примером является компания Google или компания KFC, которые отлаживают настолько и высокоэффективно выстраивают брендинг, что могут быть примером. Пятый тип брендинга – это брендинг персонала. На сегодняшний день, к сожалению, большая часть компаний не осознает, что для того, чтобы оказывать качественные услуги или продавать нужные для рынка товары, необходим высококачественный персонал, высококлассный персонал. Квалифицированные специалисты становятся сегодня все более и более востребованными. И ярким примером такого брендинга является, опять же, компания Google, которая предлагает своим сотрудникам максимально развитый соцпакет, в котором есть и бесплатные обеды, и спортивные занятия, и различные бонусы, и программы, и зоны отдыха и так далее. Также они особое внимание уделяют системе премьирования. Эта фирма очень щедро награждает за труд и предоставляет возможность самим работникам развиваться в этой связи. Шестой тип – это политический брендинг. В основе создания политического брендинга находится коммерческий брендинг, как ни странно. Но тут важно учитывать, что при формировании бренда используют ожидания целевой аудитории. Если личность и ее действия и слова не совпадут с ожиданиями, то бренд не будет успешен. Особое внимание уделяют разработке наименования и атрибутики партии, то есть лозунги, символика и так далее. Седьмой тип – это брендинг в искусстве. Искусство – это особая форма, где не всегда действуют коммерческие принципы. Четко и эффективной методики по выстраиванию запоминающегося брендинга в искусстве не существует. В искусстве люди опираются не на саму фигуру, а на восприятие от ее выступления, то есть песен, контакта с ней и так далее. Методика продвижения бренда в искусстве намного схожа с политическим брендингом, но здесь предположить, как воспримет фигура аудитория, практически невозможно. Восьмой тип – это спортивный брендинг. Продвижение спортивных мероприятий – это совершенно несложный процесс, потому что само мероприятие, оно уже привлекает, оно уже интересует своим содержанием. К особым масштабным мероприятиям можно отнести Олимпийские игры, Чемпионат мира по футболу, например, да? И от чего зависит успех в данном случае? От охвата целевой аудитории. То есть чем больше людей смотрит спортивные мероприятия и переживает за участников, тем успешнее бренд. Девятый тип – это брендинг территорий. Брендинг территорий, он во многом определяет уровень жизни людей, в том или ином субъекте. Если уровень жизни на определенной территории хороший, люди не думают о переезде в другие города. При этом в рамках такого брендинга и ведется работа по привлечению туристов и инвестиций для развития территории. Поэтому существует целый брендинг регионов, городов, стран, столиц и тому подобное. Десятый тип – это ритейл брендинг. Магазины и торговые центры есть практически во всех городах. Конкуренция между ними очень высокая, и поэтому каждая торговая точка старается привлечь как можно больше клиентов. Например, наиболее интересным и привлекательным становятся торговые магазины стекла, чем типовая торговая точка. Люди ходят в магазины не только, чтобы купить товар, они ищут новых эмоций, поэтому торговые центры сегодня настолько популярны. Одиннадцатый тип – это брендинг сайта. Он подразумевает разработку, его оформление в едином стиле. Это делается для того, чтобы должным образом представить компанию или продукцию в онлайн-среде. В брендинге сайта нуждается сегодня практически любая компания, перед которой стоит задача произвести впечатление. Поэтому сайт должен быть презентабельным, сайт должен быть лицом компании. Услуги для брендинга сайта оказывают множество компаний на сегодняшний день и зарабатывают на этом большое количество денег. Можно заказать брендинг и запуск сайта на первоначальной стадии или попросить профессионала доработать уже существующий портал, который у вас есть и который нуждается в модернизации. Итак, мы с вами рассмотрели типологию брендинга и теперь важно понимать, что с любым брендом могут возникнуть проблемы. Именно поэтому очень важно подбирать тот или иной тип брендинга под конкретную цель и ситуацию. Что же такое концепция брендинга? Концепция бренда – это то, как бренд заставляет вас чувствовать себя и что становится основой для построения маркетинговой стратегии. То есть, иными словами, это те вещи, которые сразу приходят в голову при упоминании о компании и составляют концепцию ее бренда. Теперь давайте рассмотрим, из каких элементов состоит концепция брендинга. Основа концепции бренда состоит из нескольких элементов, которые вы видите на слайде. Первый – это миссия. Сложность создания миссии заключается в том, что она должна оставаться актуальной даже после того, как будут достигнуты краткосрочные и долгосрочные цели брендирования. Это своего рода курс или вектор развития бренда, которому он следует. Название бренда. Когда есть миссия, вы можете переходить уже к неймингу. Важно, чтобы название было оригинальным и легко запоминалось, и произносилось. Голос. Язык бренда крайне важен для коммуникации с клиентами, позиционирования компании и построения положительного имиджа. Слоган. Слоган будут запоминать. Поэтому важно, чтобы он служил прямой ассоциацией с брендом. Визуальный стиль. Когда у компании есть миссия, название и слоган у нее появляются те черты, характеристики, которые она хочет транслировать целевой аудитории. К визуальному стилю относят логотипы, шрифты и другие элементы. Часто задаваемый вопрос, есть ли пошаговая инструкция разработки концепции брендинга. Как таковой пошаговой инструкции не существует, потому что каждая компания, личность придерживается собственной схемы построения бренда. Однако есть обязательные элементы, которые важно пройти в той или иной мере, чтобы концепция была эффективной. Итак, во-первых, это анализ рынка. На этом этапе вы должны изучить спрос, конкурентное окружение, определить наиболее подходящие сегменты рынка. Второй элемент – это анализ целевой аудитории. Вы должны изучить детально группы потенциальных потребителей. Для этого используйте разные методы маркетинговых исследований. Глубинное интервью, фокус-группа, опрос, анкетирование и так далее. Описание атрибутов бренда. Создайте название, слоган, логотип, персонаж бренда, музыку, звуки, цвета и так далее. Пропишите те правила, которые помогут использовать эти атрибуты. Это позволит установить рамки для разработки коммуникационной стратегии и создания будущих рекламных кампаний. Выбор стратегий позиционирования. Разработайте легенду бренда, определитесь с рекламными каналами, подготовьте стратегию коммуникации. Позиционируйте, и это поможет выстроить правильный ассоциативный ряд сознаний потребителей и выделить также конкурентные преимущества. Разработайте стратегию развития. Установите краткосрочные и долгосрочные цели. Опишите процесс продвижения бренда через рекламные и медийные площадки, а также способы повышения конкурентоспособности. Допустим, концепция брендинга вами уже продумана. Возникает вопрос, что делать с разработанной концепцией брендинга. После этого необходимо позиционировать бренд и продвигать его. Что такое позиционирование бренда? Позиционирование бренда – это видение торговой марки, которая определяет ее перспективы развития на несколько лет вперед. Продвижение бренда – это выбор каналов маркетинговой коммуникации, способов продвижения бренда, при помощи которых ваш месседж, который вы отправляете и адресуете целевой аудитории, будет достигать сознания этой целевой аудитории. А теперь давайте поймем, для чего же, собственно, необходим брендинг. Каковы возможности брендинга? Во-первых, это предоставить потребителям возможность распознавать товары и отличать их от тех, которые уже предложены на рынке. Это огромное преимущество. Во-вторых, бренд или брендинг выделяет вас из числа конкурентов. На языке маркетинга это называется дифференциацией. И третье преимущество или третья возможность – брендинг позволяет влиять на поведение потребителей через коммуникацию и акценты на важные для целевой аудитории факторы и тренды. Теперь мы более подробно рассмотрим возможности брендинга для потребителей. Во-первых, бренд оказывает серьезную помощь в осуществлении выбора из существующих альтернатив. Среди разнообразия всегда сложно выбирать. Во-вторых, бренд многократно повышает доверие к продукту. Потребитель доверяет, а значит, становится лояльным. Бренд несет однородность качественных характеристик всех предложенных брендов в рамках одного. Бренд экономит время на совершение повторных покупок. И бренд имеет длительный эмоциональный эффект, что необходимо, конечно же, для удержания клиентов. Каковы возможности появляются для компаний, которые владеют брендом? Во-первых, бренд снижает уязвимость по отношению к конкурентам, так как скопировать продукт относительно легко, а бренд невозможно. Можно создать только свой, один, единственный бренд. Бренд повышает стабильность компании в кризисные ситуации. Бренд приносит более высокую прибыль с продажи одной единицы. Бренд снижает эластичность реакции потребителей на увеличение цены и, наоборот, увеличивает ее в случае ее снижения. Бренд облегчает вывод нового продукта на рынок. Бренд повышает эффективность маркетинговых коммуникаций. Они становятся более продуктивными и эффективными. Бренд дает дополнительные возможности для расширения марки. Бренд добавляет веса в переговорах с партнерами. Вы обращаетесь как бы от лица бренда. И бренд способствует более высокому уровню партнерской поддержки от ритейла. Мы с вами рассмотрели возможности брендинга, то есть его преимущества для компаний, для потребителей. А теперь давайте посмотрим, в чем заключается проблематика брендинга. Проблема номер один. Непонимание причин упадка бренда. То есть недостаточно комплексный анализ бренда может привести к тому, что вы будете уверены, что все делаете верно. А на самом деле ваш бренд становится все менее и менее интересен рынку. Проблема номер два. В развитии бренда нет целенаправленности и последовательности. Эта проблема характерна для тех брендов, у которых не детально продумана концепция. То есть нет конкретной конечной цели. Нет вектора развития. Третья проблема. Скучный бренд и равнодушное отношение потребителей. Это самая часто встречающаяся проблема брендинга. То есть сотрудники компании не заинтересованы в том, чтобы продвигать бренд. И в этом случае вы, значит, недостаточно заинтересовали сотрудников, не мотивировали потребителей, не показали преимущества и возможности бренда. Проблема номер четыре. Бренд живет прошлым. Устаревшие бренды, к сожалению, это не новинка на рынке. Это те бренды, которые стремятся к ушедшим в прошлое ценностям и перестают быть интересны современной аудитории. Такие бренды не учитывают тренды, тенденции, а бренд как раз таки является отражением и ответом на них. Пятая проблема. Слишком узкий бренд. Проблема номер шесть. Это не зрелый бренд. Он случается с теми компаниями, которые не развили свой бренд в достаточной степени. То есть не выразили свою идею, не отразили ее. То есть они не показали, зачем они вообще существуют на рынке. Помимо этих шести проблем существуют и другие проблемы, с которыми вы можете столкнуться, на которые можете опираться. Однако не стоит сразу принимать меры. Нужно поискать саму проблему, ее исток, причину, по которой она возникла, исследовать ее, а уже потом принимать реабилитирующие меры. Спасибо за внимание и до встречи!